Тем временем вся мировая благосфера с замиранием сердец следила за успехом Мадира Йокстера, который стал победителем японского шоу талантов Камиваза «Божественные трюки». Перечислять таланты 58-летнего Мадира Йокстера можно довольно долго. Танцор, акробат, изобретатель и скульптор, артист цирка, актер кино. Получил образование в Париже, работал в цирке Ригола и в театре танца в качестве исполнителя, режиссера и сценографа. В этом номере с пером суть Мадира. Артист собран и сосредоточен. Он в совершенстве владеет собой, реквизитом и вниманием зрителей. Музыка подобрана так, что в нужные моменты слышно, как бьется сердце. Сначала уравновешивается перо. К нему, один за одним, от малого к большому, добавляются черенки пальмовых листьев. Отточенные движения прести-дижитатора заставляют зрителей забыть о весе этих жердей, которые на глазах изумленной публики превращаются в фантастическую конструкцию. Будь-то неведомая птица парит над сценой. Номер длится 10-15 минут, но мало кто из зрителей помнит о времени в финале этого трюка. Когда Мадир уравновешивает конструкцию сначала у себя на голове, а потом и на самом большом черенке и возвращается к перу, с которого все началось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я 10 минут смотрела на это с открытым ртом, причем последние пять, кажется, даже не дышала. Интересно, что дочь Мадира Йокстера, Лара Якобс, выступает в цирке Ригало с таким же номером, но придавая ему свою женскую грацию. Как вы балансируете свою жизнь, расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok